Прародителем второй доты, как вы все знаете, является первая дота. Кастомная карта для третьего Варкрафта под названием Dota All-Stars, которая вышла ровно 20 лет назад. В 2003 году была разработана ее первая версия, а в 2015 году свет увидела ее последняя версия на патче 6.83D. 12 лет полноценной жизни и активной разработки. Вполне неплохо для кастомки, согласитесь. Особенно если учесть, что в 2011 на ее основе вышла отдельная игра на новом движке под названием Dota 2. Но есть у нашего сиквела одна проблема. Новые герои, которые сейчас выходят только раз в год. Хотите верьте, хотите нет, но в первой доте новые герои выходили чуть ли не каждый месяц. Причем бывало, что сразу по несколько штук. И это несмотря на все ограничения движка 20-летней давности и кучи других сложностей. За все время в первой доте было создано 112 героев, которые были успешно перенесены во вторую доту. И всего 12 штук, которые созданы были уже самими Valve. Ну и конечно же, среди всего этого обилия персонажей было множество неудачных или в каком-то смысле экспериментальных героев. Они прожили от силы несколько патчей и в дальнейшем либо полностью были удалены, либо же отправились на полную переработку. В этом ролике я вам снова расскажу о трех удаленных персонажах из первой доты. Усаживайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. Итак, начнем мы с прадеда Сайленсера, который являлся одной из первых устойчивых итераций этого героя. Появился он в 2004 году в патче 5.62. Использовал Сайленсер модельку юнита Альянса под названием Spellbreaker. Ну а само название Сайленсера у него было еще тогда. Итак, теперь же давайте пройдемся по его способностям. Первый скилл называется Star Storm. И если вы думаете, что это первый скилл Мираны, то вы абсолютно правы. Это он один в один. Сайленсер скидывает каждому врагу по метеориту на голову, который наносит 300 урона поблизости. Супер простая билка, про которую даже и рассказать-то нечего. Ну разве что у нее кулдаун очень маленький, всего 6 секунд. Следующая способность называется Healing Wave. И да, опять что-то знакомое. По сути, это ранняя версия хилки Дазла, которая по цепочке хилит всех союзников поблизости. Первая цель получает 325 от хила, а каждая последующая все меньше и меньше. Кулдаун у нее 11 секунд на последнем уровне прокачки. По сути, это та же самая хилка Дазла, только без дамага по врагам. Третья способность называется Rain of Chaos. Данная способность призывает большой метеорит по области, из которого вылупляется огненный голем. На последнем уровне прокачки Силенсер призывает сразу 3 голема. У каждого 800 хп и 28 урона. И да, это почти точная копия ульты современного Варлока, только тут есть одно огромное отличие. Эти големы даже пачку нейтралов не могут нормально зафармить. Они очень слабые. Плюс ко всему, у этой обилки кулдаун целых 100 секунд. То есть, по факту, это его вторая ульта. А до первой мы еще дойдем. Единственная польза от этого скилла, это достаточно долгий стан в месте приземления големов. Каждый метеорит станет на 1 секунду. Ну а так как они падают по очереди, получается стан где-то в 3 секунды. А 3 секунды это достаточно мало. За 3 секунды, к примеру, вам успеют поступить деньги за продажу ваших скинов на Аванмаркете. И это не шутка. Аванмаркет это лучший сервис, который купит ваши вещи из Доты, КС-2 и других игр. Причем покупает он дорого и буквально в пару кликов. Логинишься, выбираешь шмотки на продажу и куда получить деньги. Хоть на киви, хоть на карточку. Самое крутое, что система работает полностью автоматически. И вам не придется ждать, когда найдется покупатель, всякие там подтверждения и прочую фигню. Ну и самое главное. Аванмаркет имеет идеальную репутацию. Более 10 тысяч живых отзывов и 1000 отзывов на сервисе Trustpilot. Так что если у тебя давно валяются ненужные шмотки из Доты и КС-ки, то смело продавай их на Аванмаркете по ссылочке в описании. Ну а теперь переходим к его ульте. Называется она Сайленсер. Да, точно так же, как и сам герой. Это пассивка, которая работает следующим образом. Каждая атака Сайленсера накладывает немоту на цель. Немота длится 2-3-4 секунды в зависимости от уровня прокачки ульты. И да, вы все правильно поняли. Абсолютно каждая атака дает Сала на 4 секунды. Даже не имея итемов на скорость атаки, Сайленсер способен держать любого героя в перманентном Сале. А если подойти к этому вопросу более грамотно, то на последнем уровне прокачки можно проделать такой трюк почти со всей вражеской команды, просто дав потычки каждому герою. Разумеется, эту пассивку контрят БКБ. Но оно, как нам известно, не вечное. А пассивка вечная, и ее ничем нельзя отключить. Сильверов тогда еще не было, и помогала разве что только Алибарда. И если вас бесит нынешний Сайленсер своим бесконечным Салом, то вспомните вот это вот чудовище с пассивной немотой. И вот, казалось бы, лютейшая имбавить, да? Но на самом деле, если всмотреться в его обилки, то можно заметить, что это просто какой-то грандомный набор способностей. Как будто бы, знаешь, играешь в обилити драфт или в кастом херо хаос, но тебе тупо не везет со скиллами. Ну, типа, как это вообще должно работать? Скиллы абсолютно никак не синергируют друг с другом. Ну, разве что хилкой можно големов лечить и все на этом. Не будь у него ульта, я бы вообще подумал, что это какой-то пушер. Но КД в 100 секунд сразу как-то убивает эту идею. В общем, максимально несуразный персонаж, который вроде как имба, а вроде как и мусор с точки зрения геймплея. Тем не менее, просуществовал такой саленсер целый год, а в патче 6.15 он уже стал таким, каким мы его и привыкли видеть. Ну, а в ближайшем будущем его Старшторм уйдет в Миране, Хилинг Вейв получит Даззл, а Рейн оф Хеус получит Варлок. В конечном итоге все эти способности будут максимально хорошо вписаны своим новым обладателем, а старый саленсер останется только в памяти олдов. Дальше у нас идет Undying. Этот несвежий парень появился в доте достаточно поздно, в 2007 году в патче 6.44. И его самая первая версия достаточно сильно отличалась от современной. Итак, начнем по порядку. В то время этого героя называли Дёрдж. Это было его основное имя, а Undying было второстепенным. Дёрдж использовал модельку зомби из компании Warcraft 3. Это был герой ближнего боя с основным атрибутом интеллект. Внезапно, правда? Зомби интеллектуал. Так и запишем. Итак, первая способность называется у него Raise Dead. Очень интересная обилка, которая на последнем уровне прокачки поднимает из земли 4 зомби. Они меньшего размера и синего цвета. Каждый зомби имеет примерно 40 урона с руки, 400 хп и 30 секунд жизни. Однако же у этих зомби есть ряд особенностей. Во-первых, после смерти зомби они хилят Undying на 50 хп каждый. Появляется вот такой вот эффект, который летит к нашему герою. При этом всём, если зомби совершает 6 ударов по цели, он спаунит ещё одного зомби у врага за спиной. И новый зомби имеет все те же самые особенности. То есть в игре это работает примерно как пассивка Фантом Лансера. Зомби атакует врага, плодит ещё зомби, эти зомби создают ещё зомби и так далее. Единственное, что живут они по времени достаточно мало. И им постоянно нужно что-то бить, чтобы плодиться. Но в целом обилка очень прикольная. Второй скилл называется Солу Рип. И это точная копия современного Солу Рипа, поэтому тут особо рассказывать даже не буду. Хил или дамаг в цель в зависимости от количества юнитов поблизости. Третий скилл называется Хард Стоппер Аура. И да, это та самая пассивка Некра. Изначально она принадлежала Андайингу, аура которой забирает по 1% ХП. С прокачкой скилла увеличивается лишь её радиус действия. На последнем уровне он равен 1000. Ну и ульта под названием Плаг, то есть Чума. Направленная способность, которая замедляет врага на 25% и увеличивает входящий по нему урон на 30%. При этом эта Чума распространяется на всех героев, которые подойдут близко к заражённому герою. И действует она 9 секунд. В целом не могу вспомнить особых аналогов этой способности в современной доте. Разве что старый соло кетчер шадоу демона или же его ульта. Ну и в общем и целом концепция героя вполне понятна и интересна. Ультуешь героя, зовёшь своих тухлых братков и вместе вымести их под замедлением и дополнительным уроном. Способности друг с другом сочетаются и герой выглядит вполне себе комплексно. Даже пассивка Некра вполне себе нормально тут выглядит. Ну и в итоге этот Дёрдж просуществовал целых два года и в патче 6.58 он наконец-то получил привычные нам способности. Райс Дэд заменили на Дикей, Хард Стоппер заменили на Тамбу и отдали его Некру, а Плагу поменяли на Флэш Голлема. В общем, герой был прикольный, не знаю как сказать, атмосферный что ли. Реальный зомби, который плодит других зомби, гниль всякую и чуму. Дальше у нас идёт Чен. Для большинства игроков Чен это мега андеграундный герой с супер скучным и сложным геймплеем, о чём говорит его пикрейт. Проще говоря, люди просто не хотят на нём играть. Однако же так было далеко не всегда. Изначально Чен появился в первой доте ещё в 2004 году, но там был вообще полнейший бред, который постоянно переделывали, поэтому и рассказывать я вам о нём не буду. Расскажу лучше об устоявшемся его варианте. Итак, его модель это модель говорящего с духами, юнит орды такой, а полное имя Чена – Хоули Найт. Первый скил называется Пурж, и по сути это тот самый Пурж, который мы можем увидеть у нейтрального сатира в современной доте. Это направленная билка, которая замедляет как передвижение врага, так и скорость его атаки. Ещё этот Пурж имеет прикольную фишку. Он моментально уничтожает призванных существ, как это раньше делали дифуза. Да, если кто не знал, раньше во второй доте можно было убить, например, голема Варлока, нажав на него дифуза. Этот скилл, по сути, работает точно так же. Второй скилл называется Хоули Лайт. Это направленная способность, и на последнем уровне прокачки она либо выхиливает 600 хп союзнику, либо наносит 300 урона врагу. Кулдаун у этого скилла 10 секунд. И согласитесь, 600 хп каждые 10 секунд как будто бы немножечко многовато, но зато сразу понятно, что это супер саппорт. Сказал бы я вам, если бы не следующий скилл. Называется он Critical Strike. И да, это самая обычная пассивка на криты. С шансов 15% Чен может нанести урон в тройном размере с руки. Согласитесь, немножечко странно выглядит на фоне двух прошлых обилок. Ну и Чен не был бы Ченом без Самонов. Ульта под названием Хоули Персюжен приручает сразу 12 вражеских юнитов вокруг Чена. Переручение длится бесконечно. То есть все, кто попали под ваш контроль, будут жить до тех пор, пока их кто-то не убьет. Представили себе эту имбу? Можно захапать целую пачку крипов, нейтралов и бегать с ними огромной армией. Главное все это контролить уметь. Но в целом герой выглядит бешено. Единственное, что убивается из стиля героя, это его криты. Вот ума не приложу, зачем они ему вообще добавили. Ладно бы, это была Аура, которая работала бы и на крипах. Хотя я справедливости ради скажу, что в то время криты давали вообще всем подряд, когда не знали, что дать герою. Примерно в то же время у Рики тоже были криты. Инвиз, Блинк и Криты. В целом смотрится круто. Но ульта у него была в Артвич Доктора. Пара-пара-пам. И да, это не шутка. Но вернемся к Чену. В таком виде он просуществовал аж до 2005 года. Потом в патче 6.00 его опять переделали и заменили криты. А потом спустя месяц его вообще удалили из игры и только спустя полгода вернули в привычном нам виде. Короче, жду в комментах историю о том, как игрался этот Чен и другие герои. Потому что сам лично, увы, я его не застал. Да и вообще расскажите, какой герой по вашему мнению нормально бы смотрелся в современной доте. Кстати, тут же есть и тот самый легендарный инвокер на 27 способностей. Так что если вам будет интересно и этот ролик наберет 10 тысяч лайков, в следующей части этой рубрики я расскажу вам и про этого инвокера. Да и кстати, не забудьте по подсказкам заценить прошлой части, если вам понравилось это. Ну а вы, друзья, еще не забывайте залетать в мой паблик в ВК. Там публикуются главные новости и сливы из мира доты. А также заходите в мой магазинчик цифровых товаров. Игры по супер низким ценам в обход всех блокировок. Также есть смена региона Стима, валюта для ваших любимых игр и много чего еще. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Еще услышимся!